МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня среда, 18 марта. Смотрите выпуски телеканала ОСА. Дороги в Ачинске мэрия должна отремонтировать к 1 апреля. Но не все. Точные адреса назовем выпуски. Ситуация серьезная, но под контролем. Мы будем делать для этого все возможное. И я уверен, у нас получится. Самое важное о коронавирусе на сегодня. А наш бородач Виктор Сибирин знакомится с героями, которые делают жизнь лучше. В рубрике «Начни себя. Новая порция добра» от телеканала ОСА. Всем добрый вечер. Меня зовут Наталья Сусанина. В один сюжет собрала самое важное, что нужно знать о ситуации с коронавирусом в крае. Еще три человека с подозрением на коронавирус попали в больницу Красноярска. Какова обстановка в Ачинске, об этом я сейчас расскажу. Быть ответственными и с пониманием отнестись к определенным ограничениям, с таким обращением к жителям региона сегодня выступил губернатор Александр Ус. Сделано это в присутствии десятка камер и толпы журналистов. По словам Уса, ситуация на территории края под контролем, но расслабляться и проявлять легкомысленно каждому отдельно взятому жителю нельзя. Укреплена материально-техническая база наших медицинских учреждений. Обучен дополнительно, проинструктирован персонал, который может работать в случае этой вспышки. Также проверено более одной тысячи наших земляков на предмет наличия или отсутствия этой инфекции. У нас на сегодня выявлен один достоверный случай заболевания красноярцев. И трое из них находятся под подозрением. Есть высокая вероятность того, что этот диагноз у них подтвердится. Среди этих трех пациентов на подозрение Ачинцев нет. Это телеканал УАСА. Сегодня заявили в Роспотребнадзоре. Внимательно послушайте. В настоящее время медицинское наблюдение установлено практически за 380 жителями Красноярского края. Часть из которых находится в стационарах для проведения необходимых операций. Скажите, пожалуйста, в инфекционной больнице, по сообщению медиков, у нас якобы лежат два человека с подозрением на коронавирус. Подтвердите или опровергните эту информацию? Среди госпитализированных в стационарах города Ачинска лиц с предварительным диагнозом коронавирусной инфекции в настоящее время нет. Накануне драмтеатр в Ачинске объявил антракт из-за коронавируса. А сегодня спортивные учреждения приостанавливают тренировки пока до 31 марта. И уже появилась информация, что школьные каникулы могут продлиться до 12 апреля. Мэрия тоже ограничила общение с журналистами. Официальные комментарии высылают готовыми и по интернету. Если говорить о дальнейшей перспективе, будем отслеживать ситуацию. Возможности в школах города сегодня таковы, что процесс обучения может быть простроен дистанционно, удаленно. И вот в этот каникулярный период педагогические коллективы школ как раз и рассматривают эти варианты. Все ребятишки, которые обследованы с целью обнаружения коронавирусной инфекции, у нас результаты получены отрицательные. На сегодняшний день учреждение готово к приему пациентов. Как именно Ачинские больницы готовы к приему пациентов, с такими вопросами горожане, да и сами медики обращаются в телеканал ОСА. Завтра руководство межрайонной больницы обещало прокомментировать. Наталья Сусанина, Иван Амелькин, Телеканал ОСА. Сегодня первый день. Как Ачинские учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Мы побывали в техникуме нефти и газа и узнали, как проходит их обучение. Сегодня в техникуме тишина. Вместо привычных занятий учащиеся получают задания по интернету. Накануне были созданы группы в соцсетях. Педагоги и студенты прошли инструктаж, как учиться, не выходя из дома. Несмотря на то, что на лекции ходить не надо, пропускать занятия не получится. Педагоги говорят, продумали всё. С утра преподаватели начали уже, согласно своего расписания, выставлять задания в эти группы. Студенты их выполняют и высылают преподавателям название дисциплины и задания, и до какого времени нужно выполнить это задание. Студенты задания скачивают, выполняют и высылают в личном сообщении преподавателю выполненные задания. В техникуме, говорят, занятия все будут по привычному расписанию. Разве что отменятся практические работы. В общежитии тоже пустота. Все 160 иногородних студентов разъехались по домам ещё накануне. Остался только персонал. Они, как объясняет комендант, проводят дезинфекцию каждые два часа. Пока такой режим будет до 31 марта. Татьяна Штермер, Вильдан Калимуллин, телеканал ОСА. До 1 апреля мэрия должна отремонтировать дороги. Такое предписание чиновники получили от ГИБДД. Инспекторы дорожного надзора проверяют городские магистрали. Уже выявили серьёзные недостатки на трёх улицах. Это Свердлова, 5 июля и профсоюзная. Тут всё в ямах, выбоинах и вообще кошмар. По всем недостаткам составлен у нас административный материал по статье 12.34 Кодекса административных правонарушений. А также выдано предписание со сроком устранения выявленных недостатков до 1 апреля этого года. Добавлю, что проверка дорог ещё продолжается. Предсказуемо. Будут новые сроки, новые ремонты. Сейчас тема городских дорог стала самой популярной. В интернете опроси телеканала ОСА «Задай вопрос мэру». В пятницу Илай Ахметов отчитается о работе за 2019 год перед депутатами горсовета. Но журналистов туда не пустят. По распоряжению спикера Сергея Никитина это будет закрытое мероприятие. Потому что информация на вашем канале идёт не ангажированная, не кого-то конкретная, а такая вот объективная, я скажу. Даже где-то, может быть, очень критическая. Да это же хорошо. Это же заставляет кого-то задуматься, подтолкнуть действию. Вот это мне самое главное нравится. Сохраняй и отдыхай. Вместе с КПК «Финанс Инвест Фэмили». При открытии договора от 200 тысяч рублей у вас есть шанс выиграть путешествие в Сочи на двоих. Ачинск. Третий микрорайон 1. Телефон 8 800 222 33 54. Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова 3, склад 10. Как уберечь себя от простуды и гриппа? Легко. Препараты для профилактики и витамины для детей и взрослых. Солиные лампы и увлажнители воздуха. Все это вы найдете в сети «Губернские аптеки» по адресам. Савердлова 19, УВР 48 и Декабристов 27. ФСБ и полиция задержали банду сотрудников ГИБДД, которые крышуют перевозчиков крупных грузов. За вознаграждение, то есть за взятки, они, как пишут краевые СМИ, закрывали глаза на нарушение. Это было не разовое покровительство, а многолетний договор. В Краевой полиции подтвердили, что задержаны 8 полицейских. По неофициальным данным, под подозрением могут быть 14 сотрудников из Емельянова, Уяра, Красноярска, Обана. А вот Ачинсов, по нашим данным, среди них нет. 20 марта в пятницу в Ачинске завоют сирены. В городе будет проводиться техническая проверка системы оповещения. Такие проверки проходят регулярно. Горожанам не нужно ничего предпринимать. Этой весной клещи проснутся раньше. Такое предупреждение сделал Роспотребнадзор. Первыми оттаят так называемые степные клещи. Они менее опасные, но специалисты рекомендуют поберечься и от них. В Роспотребнадзоре говорят, в марте-апреле можно сделать прививки от энцефалита по ускоренному типу. Из-за аномального тепла в Ачинске распустилась верба. Такое видео горожане сняли в одном из дворов 28-го квартала. Обычно верба цветет в апреле, и если верить народным приметам, это хорошему урожаю. А без примет это добавляет хорошего настроения. Ачинцы просят сотрудников ЗАГС изменить дату рождения. О курьезных случаях рассказала руководитель Галина Кинг. Такие просьбы звучат от родителей, чьи дети родились 29 февраля. В этом году зарегистрировано 4 малыша с этой датой. Галина Кинг говорит, некоторые мамы просили записать в метриках другой день. Дорогие родители, если у вас ребеночек родился 29 февраля, высокостный год, то дата рождения у нее не изменится. Она останется фактической датой рождения. Это совсем неплохо. Я не знаю, почему родители некоторые переживают. Просят изменить дату на другую, допустим, на предыдущую или уже на следующий месяц. Но этого делать категорически нельзя. Это не прихоть сотрудников ЗАГСа. А федеральный закон запрещает менять дату регистрации новорожденного. Обычно дни рождения тех, кто родился в высокостный год, отмечают 1 марта. Создай свой домашний уют в компании «Теплодом». Оборудование для отопления, водоснабжения и канализации. Профессиональный расчет и подбор качественной продукции. Ждем вас по адресу декабристов 44, телефон 58640. Губернские аптеки приглашают на работу фармацевтов и провизоров. Обращаться к заведующему аптеки или по телефону 5 00 12. Спонсор рубрики «Начни с себя» КПК «Финанс Инвест Фэмили». Здравствуйте. Это рубрика «Начни с себя». И я ее ведущий Виктор Сибирин. Сегодня в нашем выпуске несколько героев, которые несмотря ни на что делают счастливее себя и окружающих. Можем начать с малого. С себя. Спонсор рубрики «Начни с себя» КПК «Финанс Инвест Фэмили». КПК «Финанс Инвест Фэмили» сохранит и приумножит ваши сбережения. С 9 марта по 22 мая откройте вклад от 200 тысяч рублей и примите участие в розыгрыше путевки на море. А для пенсионеров действует льготная программа. При открытии вклада продуктовая корзина в подарок. КПК «Финанс Инвест Фэмили». Третий микрорайон. Дом 1. Телефон 8 800 222 33 54. Это история из Магнитогорска. В небольшом городке пенсионерам и малоимущим семьям раздают хлеб бесплатно. Это местные волонтеры организовали полки добра в магазинах. На таких полках пенсионеры и нуждающиеся могут взять хлеб абсолютно бесплатно. Мальчина там. А может у вас одну матерь? Все мы наемся с молочком. У нас бабушки идут и ждут каждый день. Получили добро на то, чтобы действительно сделать мир лучше. Все, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Увидели полку добра, удивляются, ложат. Или у нас кто-то купит печенье, положат. Или зайдут в магазин, тоже купят хлеб или булочки. У меня пенсия 11500. И вот чтобы там шоковать, нет. Нет такой возможности. Поэтому, а есть еще меньше получает балл. Поэтому мы вот стараемся и помочь им. Как правило, это раз в два дня примерно происходит булок по 70, по 80 примерно. Пытаемся показать людям, что это просто, это абсолютно несложно помогать. Помогать на самом деле намного проще, чем нам кажется. От простого администратора до директора. Вера в себя и успех – это как формула жизни для инвалида-колясочника из Минска. Игорь Стрига – капитан сборной Белоруссии по баскетболу. Восьмикратный чемпион в этом виде спорта. А еще директор гипермаркета «Услуг 124». И вот его история об упорстве, жизнелюбии и желании помочь не только себе, но и другим. Это было банально, там автокатастрофа. Я поломал позвоночник. Жизнь изменилась кардинально, конечно. Я был там молодой парень, активный, служил в армии, занимался бизнесом. У меня была жена, у меня ребенок от первого брака. Я постоянно был в движении. И здесь ты просто лежишь. Ну, было сложно, да. Нужно было как-то адаптироваться к новой жизни. Я вернулся в бизнес обратно же, да, только уже на коляске. При этом я еще начал заниматься какими-то вещами, которыми раньше не занимался. Это реабилитация людей с инвалидностью. И я преподавал технику езды на коляске долгое время. Плюс я стал играть в баскетбол на инвалидных колясках. Я услышал, я даже не помню от кого, что есть предприятие, на которое требуется люди с инвалидностью. Стал на учет в Центр занятости как безработный. И меня взяли сюда на адаптацию специалистом по работе с клиентами. Серега, как дела? Ну, можно так сказать, да, что это мое действище, потому что я один из первых сотрудников, которые пришли на это предприятие работать. Первый, который был человек с инвалидностью на этом предприятии. Все как раз начиналось тогда, 7 лет назад. Мы получили короткий номер, по которому оказываем информационно-справочные услуги населения. А на сегодняшний день в компании работает, ну, около 50 человек. И в районе 40 человек – это люди с инвалидностью. Он с инвалидностью первой, второй группы прилетел с Соединенных Штатов. Был там по обмену опытом. Мне стало вот интересно поучаствовать, попытаться посоревноваться. Вот это наш первый бренд года. Мы как раз-таки когда с вартгеймингом разделили золотую медаль пополам. Человек, который создал такое дело, он не может быть априори слабым человеком. Обычным людям, мне всегда удается создать хотя бы что-то, тем более благотворительную, скажем так, большую организацию. Ну, молодец, нету слов просто. Я бы не сказал, что наша цель – кому-то доказать, что нет ничего невозможного. Мы просто работаем. Есть возможность социализироваться в обществе. Есть возможность стать таким, как все, независимым. Ну, достаточно полная, насыщенная жизнь. Мы путешествуем, занимаемся с детьми, вводим какие-то тренировки, ходим в кино, в музеи, театры, выставки. Работа дает возможности все это воплотить в жизнь. А про следующий сюжет я даже говорить ничего не хочу. Большое доброе дело. Ангар спасения помогает людям в трудной жизненной ситуации. Волей судьбы, оказавшейся на улице. Смотрим. Мы понимаем, что если человек, например, хочет найти работу, то ему гораздо проще будет пойти на какое-то минимальное собеседование, если он будет чистый, если у него будет аккуратная прическа, если он будет в чистой одежде, и от него будет, в общем-то, нормально пахнуть. У меня зрение очень низкое. Правый глаз у меня ученик, а левый видит где-то около 20, может, уже меньше процентов. Я вот ищу такую работу, где мне надо работать, сидя за столом и руками. Сюда приходят люди очень-очень разные. Есть бездомные, которые приходят сюда постоянно. То есть мы их постоянно видим. С разной степенью успеха они вот как раз проходят какую-то социализацию. Есть люди, которым нужна помощь здесь, сейчас. Они не бездомные, у них просто что-то случилось. Они приехали в Москву, у них украли деньги, им нужно уехать домой. До 80% из тех, кто обратился в ангар, это люди, которые приехали на заработки в основном. То есть это люди в трудоспособном возрасте, молодые, до 40 лет. Не все, естественно, знают, не все, естественно, добираются сюда. Поэтому даже одного ангара здесь мало. Что хочу сказать. Каждому человеку под силу совершать добрые дела. Думаете, совершать добрые дела сложно? Ничего подобного. Не обязательно сразу становиться волонтером или спасателем. Просто оглянитесь вокруг и начните с себя. Спонсор прогноза погоды – Центр лабораторных технологий АБВ. Все виды медицинских анализов, результат в кратчайшие сроки, по доступным ценам. Медицинские офисы АБВ находятся по адресам. Город Ачинск, 5-й микрорайон, дом 54. И город Назарова, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 7, строение 3. И город Назарова, улица 30 лет ВЛКСМ. И город Назарова, улица 30 лет ВЛКСМ.